Сора собак с кошками и кошек с мышами Вражда всегда царила во вселенной, тому примеров тьма кругом. Стихи и подтверждение в том, враждуют вечно, неизменно. Но, кроме них, земные все творения ведут борьбу. Среди людей, из поколения в поколение, вражда все яростней и злей. Когда-то в общем помещении собрали кошек и собак. Ни ссор, ни руганий, ни драк между ними не было. Умения хозяин дома проявил, он время все распределил для сна, еды, гуляния и забав. А для порядка и расправ он пригрозил кнутом побить в любую пору за всякую пустую ссору. И вот, не зная ссор и драк, сплотилась семья из кошек и собак. Примером дружба их была для всех кругом. Но скоро кончилась. Она великим злом. Никто не знает, что причиной ссоры было. Кусок ли лакомый или пара бранных слов, был слух. Причиной послужило внимание капсам во время их родов. Какая б ни была причина, ссора эта поссорила полсвета. Кто защищал собак, кто кошек. И скандал поднял на ноги весь квартал. Юристы, вспомнивши хозяина уставы, решили, что все кошки правы. И что собак должно арестовать. Тут вскоре бросились устав искать. Устава нет, как нет. Пропал его и след. И вдруг узнали, что устав исчез. Мышей добычи став. Другое дело заварилось. Мышам объявлена война. И масса кошек устремилась в амбары. Ярости полна. Ловки хитры и злы. Мышей они ловили и беспощадно всех душили. Начну теперь опять сначала. Под небесами не бывало, чтобы живая тварь на суше или в воде не знала бы врага. Вражда царит везде. Борьба без отдыха. Закон природы в том. Причина этому нам не понять умом. Все хорошо, что сделал Бог. Я знаю. А больше ничего не понимаю. Да знаю я, что часто спором вздорным начатая вражда кончается грозой. О, люди! Вас и в возрасте преклонном не худо получать спасательной лазой.